Всем привет! Сегодня у нас история от подписчиц. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии и рекомендации. Вы тоже это можете сделать в комментариях под видео. Хотела бы поделиться с вами своей историей, узнать ваше мнение, а также совет, может быть, вы поможете с этим разобраться. Познакомилась с турком год назад через тиндер, когда была в Турции на отдыхе. Ему 24 года. Он из города Конья по образованию архитектурный дизайнер. Мне, кстати, 22 года. Сразу мы начали писать и предлагать встретиться, но я отказалась, так как немного побаивалась и вообще должна была возвращаться домой через пару дней. И дальше тиндера наше общение не зашло. Я вернулась в Россию и совсем забыла про него. Писала всего пару раз, но я не придавала этому вообще значения. Это был август-сентябрь. Позже в декабре написал снова и попросил ник мой в инстаграме, номер телефона. И так мы начали общаться уже вне тиндера. Писал часто, но я игнорировала его, так как желания общаться с ним у меня совсем не было. Но какое-то время мы снова перестали общаться. И в январе он начал мне опять писать. Появился интерес к нему у меня. И мы начали общаться ближе. У нас началось так называемое отношение, в кавычках, с февраля этого года. Общались каждый день. Писал доброе утро. Желал спокойной ночи. Рассказывал все о себе и постоянно держал в курсе всех своих дел. Показывал свою заинтересованность ко мне. Примерно через месяц первый раз созванивались по видео. Созванивались довольно часто, но позже видеозвонки становились реже. Иногда я сама предлагала созвониться. Он всегда соглашался. Еще тогда я поняла, что он какой-то безинициативный, что ли. Я писать ему могу в любое время дня и ночи. Так что могу быть уверена. Он всегда на связи. Ничего от меня не скрывает. Я всегда в курсе всех событий. Почти сразу стал говорить о том, что хочет жениться на мне, со мной строить планы совместные на будущее. Говорил, что очень любит меня и доверяет. Говорит, что жениться планирует через два года, пока хочет заняться своим делом, зарабатывать деньги. Также ему нужно сходить в армию. Но знаете, что еще меня это очень волнует? Через полтора месяца общения предложил виртуальный секс. В этот же вечер попросил фотогрудит. Конечно, я отказалась. Фотографии никакие не высылала. У меня были только фотографии в нижнем белье и иногда был вирт. Я думаю, если пара встречалась на расстоянии, то без этого бывает сложно. Но он свои интимные фотографии никогда мне не присылал. Здесь я остановлюсь и поясню кое-что. Девочки, 21 век. Какие, блин, фотографии. Письмо сейчас дочитаем. Но я что хочу сказать. Никому такие фотографии не отправляйте, потому что это возможность шантажа вас в будущем. Чтобы он вам не писал, что он у вас жениться хочет. Это, по сути, просто один из рычагов давления на вас, который вам может когда-то помешать в чем-то. И может на вас оказываться давление. И как вы написали? Ну, я думаю, если отношения на расстоянии. Смотрите, блин, сколько отношений на расстоянии происходит. И что, все этим занимаются? Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я не даю оценки. Я задаю вопрос. Все так делают или нет? Как-то раньше вообще люди на расстоянии вообще письмами переписывались. Интернета у нас не было. И без этого тоже жили. Соответственно, это не такая, скажем так, нужда какая-то. Просто вы этим. Это всегда можно записать. Нажать видеоэкраны там снимать и тому подобное. Это компроматно. Сдумайте, что вы делаете. В августе я должна была приехать. Я к нему в Турцию с мамой. Он об этом знал. Поэтому ждал меня и собирался приехать в Турцию отель, что и мы. То он и сделал. Когда я приехала в Турцию, и что мне сразу не понравилось, это то, что он скрывался от моей мамы, всячески забегал встречи с ней. Мне было очень обидно. И я не понимала, почему он так делал. Ну, блин, потому что он с вами общался только в интернете. Серьезных панов он не строил. Я говорю, как есть. Вы извините, может, это неприятно. Ну, как бы, а что тянуть-то, как бы, обманывать я вас не хочу. Соответственно, он общался с вами для виртуального вот этого общения, которое вы не сразу там дали, скажем так. Ну, что-то было. Поэтому он не хотел брать ответственность и знакомиться с вашей мамой. Потому что он ничего суперсерьезного, кроме слов, с вами не планировал. Ну, логично. И вот, я имею в виду, логично можно объяснить его поведение, эти избегания. На мои вопросы он не хочет ознакомиться с ней, потому что это просто правило приличия, по-моему. Он ответил, что еще стесняется, не готов к такому шагу. Мол, в Турции с родителями знакомиться чуть ли не перед свадьбой. Ну, это правда. Но говорил, что его мамы... Ну, знаете, с вами тоже о свадьбе говорил. Соответственно, если мы берем турецкий менталитет, да, правда. Я же обещал, ну, мне жениться скоро, давай знакомиться. Понимаете, он говорит, озвучивает те стороны, которые ему выгодны в культуре общения. А те, которые невыгодны, он по-другому выставляет. В общем, он переворачивает ситуацию с двух сторон, как ему выгодно в этой ситуации. Это просто правило приличия, по-моему. Он отвечал, что еще не стесняется, не готов к такому шагу. Мол, в Турции знакомиться чуть ли не перед свадьбой. Но говорил, что его мама знает обо мне. И все его сестры, и кузены, и друзья тоже. Он даже выставлял наши совместные с ним фото в историю в Инстаграме, но тогда для близких друзей. Но я точно знаю, что кроме меня эту историю на самом деле видели его тоже друзья. Ну и что, что история? Ну, с родителями, ты знаешь, они знают обо мне. Господи, я вас умоляю, история. Скажет, я просто с девочкой сфотографировался. Хоть как объяснить можно? Они говорят, а я-то моя будущая жена, мама, я буду с ней потом знакомить. Я вас умоляю. Он мне сказал, они знают. Вот он сказать можно все, что угодно. А по факту бы они вас знали, как он вам это докажет? Вот так надо спрашивать. Ну, конечно, я понимаю, что сказать можно все, что угодно. Нужны доказательства. В итоге все-таки после моих расспросов он решился познакомиться с моей мамой. То есть после моего давления. За день до отъезда, в последний момент, чтобы потом мама вопросов лишних не задавала, когда у вас свадьба будет. Поэтому он в последний момент. В день отъезда он сам предложил подойти к моей маме, попрощаться. И об этом даже ничего не говорила ему. Мы обе были с мамой в шоке. А зачем говорить? Вы же его до этого давили, ему этого хватило. Он сделал выводы. Очень правильно поступил. В последний момент, чтобы мама не задавала вопросы по его обещаниям дочке. Он-то думает, что у вас менталитет как турецкий. Он думает, что мать у него может при знакомстве конкретно задавать вопросы. Дружок, когда ты с моей дочкой, по сути, честно говоря, общаешься. Может, у вас какая-то близость есть, условно. А когда там у нас свадьба-то намечается? Ну-ка давай. Вот поэтому в последний момент, чтобы у вас был шок. Потому что вы этого не ожидали. Потому что он это сделал для того, для галочки. Потому что вы давили. Чтобы потом, когда вы вернетесь, продолжить с вами общаться и получать виртуальное общение. В той степени, чтобы вы отправляли фотки, записывали видео и тому подобное. Это же не говорит о том, что он на вас женится. Через две недели снова едем в Турцию. Но не совсем из-за него. Мы с мамой едем туда по семейным делам. Он также знает об этом. Какие могут быть семейные дела? Мне кажется, покупка моих недвижимости. Зря вы это говорите. Вообще, если это к этому не относится. Я была для общего. Вообще, мужчинам свои, иностранцам, блин, мало знакомых. Финансовые вообще свои моменты. Чего вы продаете квартиры? Покупаете, машины меняете. Вообще, финансовые моменты не вскрываете, не говорите. Тем более, вот да, вы с ним в интернете общаетесь. Он вам никто. Он с мамой не хотел знакомиться в последний момент. Почему он в курсе ваших семейных дел, по которым вы едете в Турцию? Вы просто скажите, мы с мамой едем по делам. А каким? Не надо рассказывать это. Вы чего? Но, видимо, в этот раз скрываться он не планирует, так как даже пригласил нас вместе с мамой посидеть в ресторане. Честно говоря, я была в шоке, совсем не ожидала от него. Вот если у вас финансовый момент, вы едете за денег что-то покупать, вкладываться, еще что-то такое, конечно. Он увидит перспективную невестку, возможно, с жильем здесь. Можно не напрягаться. Тогда он, может быть, решит на вас жениться со временем. Вы ему, скажем так, достойная партия. Он теперь подумает. Но это искренняя любовь. Он от вашей мамы бегал при ноле. Он собирается это делать, только когда узнал, что у вас какие-то дела такие семейные свои есть. В общем, может быть, это, конечно, не вопрос финансов, но я, честно скажу, нездоровая какая-то история. Я не знаю, можно ли его поведение оправдать его возрастом и воспитанием, потому что я знаю, что Кони очень религиозный, консервативный город. Но я не знаю, как мне вести себя с ним. Вот вам вопрос, и на него тут же ответ. Можно ли его поведение? Смотрите, даже как вы написали. Можно ли его поведение оправдать его возрастом и воспитанием? Та-та-та-та-та-та. Там дальше текст. Я хочу оправдать. Галь, поскажи, а можно оправдать? Пожалуйста, помоги мне оправдать. Скажи, да, вот это так-то. Вот так вот, успокой меня, Галь. Я так хочу оправдать, просто не знаю, а к чему зацепиться, что его может оправдать. Я говорю, нет оправдания, поведение-то не очень хорошее, не нормальное. Просто вот хотела бы узнать ваше мнение, как бы вы поступили на моем месте. Буду очень благодарна, если решите разобрать мою историю. А я вопрос конкретный, да? И я на конкретный вопрос отвечаю. Как бы я поступила на вашем месте? Я бы, во-первых, не рассказывала о своих финансовых планах, зачем семейных делах так называемых, зачем я еду. Это не его, а мать и дело вообще. Он мне еще никто. Он мне только по ушам ездит, конкретных действий, вот у него конкретные действия были. Он отказался с мамой встречаться. Вы его давили-додавили в последний день, чтобы уже мама лишних вопросов по его обещаниям в интернете про свадьбу, вопросов не задавала. Он тогда с ней встретился. Сейчас узнала о ваших делах семейных, которые ему понравились. Я не знаю, какие дела, причина поездки. Он, ой, мы с мамой встретимся. С одной стороны, не придерешься, ничего особенного, только общение, никто особо ничего, чем никому не должен. Как бы я повела себя на вашем месте, ни в коем случае никакого виртуального вот этого фотографии, видео, вот этой всей истории бы не было, которая может вас компрометировать ему на расстоянии. Он получает то, что он хочет, и ему не надо вкладываться. Это первое. Второе. Я бы никогда не рассказывала о их финансовых делах, семейных делах. Вообще этого не касается. И он никто еще делами, он никакими не заслужил это доверие. Потому что он, блин, бегал от вашей мамы. И то, что он пригласил в кафе. Алло, а если бы вы приехали, он бы не пригласил вас с мамой посидеть в кафе. Это было бы просто дно. И, честно, это не показатель, что он собирается у нас жениться. Это просто жест культурного человека, как должно, по сути, быть. А вообще, в идеале, если он бы планировал с вами семейную жизнь, серьезные отношения, если бы он это планировал, он бы не один раз вам предложил в кафе сходить с мамой. Он бы каждый день с вами там виделся, общался, и с мамой вашей в том числе. Он бы прокладывал дорожку к вам. Что бы я вам делала? Приняла бы все вот эти советы, замечания на этот счет, скажем так, и вообще подумала, а мне оно надо. Не надо его оправдывать. Это не серьезный чувак, который берет здесь и сейчас то, что хочет. То, что вы ему даете онлайн, он это в один момент найдет себе другую, какую захочет, или он может с вами на вас жениться, если к этому выведут эти отношения. Но это не любовь с первого взгляда, которая втянула, он на все готов, такой серьезный, ну, короче, это типа настоящая любовь. Нет, это какая-то выгода, использование 100%, он закрывает вами какие-то свои потребности. Вам это приятно? Если вы окей, согласны на такие отношения, то, пожалуйста, кто вам, ну, пытайтесь, как бы тут ничего пока криминального не произошло. Но я даю большой зазор, большой процент на то, что может быть, да что-то серьезного там не вызрит. В итоге вы потеряете пару-тройку лет, останетесь у разбитого корыта. Но, с другой стороны, вы 22 года, у вас с этого времени что, вот так, поэтому попробовать, в принципе, можно. Но гарантии типа вот она, любовь, вас там замуж зовут, это вообще фигня полная. И мне абсолютно уверена, что он так рано и быстро об этом начал говорить, ну, потому что он прокладывал к вам дорожку. Понимаете, культурный, как вы говорите, Конье такой город, он там так воспитан, вот можно этим оправдать? Вот он, если бы был воспитанным мальчиком из Конье, он бы у вас виртуальных фотографий голых сисек не попросил бы. Вот так вам понятнее будет, надеюсь, да? Делайте выводы, девочки. Вот я не могу сказать, что мои отношения с мужем или мой муж – это образец вообще, вот так должно быть. Но как меня с ним было, меня устраивает. И мой муж, скажем так, даже до отношений со мной мы по-дружески какое-то время общались, пару месяцев, никаких прослов вообще отношениях не было. Вот он как умный, воспитанный турецкий мужик, он пробивал дорожку к моей маме. Я об этом видео раньше говорила. У меня мама полетела как туристка в Турцию, он не смог прилететь в Анталию с ней, не то что там встретиться, передать мне подарки. Мы не были тогда, мужчина и женщина, отношения с ним парой не называли себя, мы просто друзья, которые общаются. В дружеском общении мне такой друг из Турции прислал просто, поверьте, он нашел, как он это сделал. Он из Стамбула накупил подарков, чемодан. В прямом смысле багаж. И этот чемодан отправил со своим там знакомым, в общем, со своим работником. Он отправил человека на машине от Стамбула в Анталию, привез этот чемодан. Нашел мою маму в отеле, он просто спросил название отеля, фамилию моей мамы, все. Этот человек уже привез и отдал маме там чемодан, какие-то пакеты еще со сладостями он накупил, там пахлавалу, лукуму, это чисто они в отеле, чтобы покушали с кем-то, друзьями, какими-то туристами общаются. И чемодан мне подарков. Мы не были в отношениях. Вот так мужчина ухаживает, понимаете, прокладывает дорожку к моей маме. Он знал, что делать. Он понял, что я ему подхожу в общение, он понял, что надо развивать отношения. И раз такая возможность у мамы здесь, надо подкатывать через маму. А он ваш от мамы бегал. Вот если серьезные отношения, он, тем более-то, ну, скажем так, короче, он хочет, конечно, не хотят замаслить родителей, чтобы вам не запретили общаться, чтобы не говорили, это другая страна, непонятные дурки, чтобы вас не отговаривали. Он по-грамотному простелил дорожку. Ваш упекает же. Вот делайте выводы. Девочки, кому нужны от меня консультации, как психолога, у меня всегда в инфобоксе почта моя. Пишите в теме письма, консультации. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok